Александра – студентка педагогического университета. До пандемии очки она практически не носила, но из-за перехода на дистант нагрузка на зрение увеличилась в разы, из-за чего со временем появился дискомфорт в глазах. Зрение после дистанта заметно ухудшилось. Большую часть свободного времени мы проводили за компьютером, мы проводили свое время за телефоном. И, конечно, напряжение на глаза заметно возросло. Сейчас Александра вынуждена проходить физиолечение и ежедневно делать гимнастику для глаз. По ее словам, в клинике она встречает совсем маленьких пациентов. Детей от 7-8 лет, которые так же, как и она, лечатся у врача. И это неудивительно, ведь по статистике зрение у детей резко ухудшается именно в школьные годы. Проблемы возникают у каждого второго. Дистант тому способствует. Плюс накладываются осложнения после коронавируса. Там еще и накладываются другие сопутствующие состояния. Это нарушение микроциркуляции в глазу после ковида. И, естественно, отсюда вытекают все различные осложнения и на сетчатке, и в стекловидном теле, и в хрусталике. На выбор профессии Владимира Ильича вдохновил его преподаватель, офтальмолог Алексей Симонов. Радость в глазах пациентов после лечения у последнего и сыграла решающую роль в выборе специализации лебедевым. Вот уже более 25 лет он корректирует зрение и лечит и детей, и взрослых. Как правило, все его пациенты обращаются к нему со схожими симптомами. Расплывчатая картинка при взгляде вдаль, напряжение в глазах. Это последствия повышенной зрительной нагрузки, говорит офтальмолог. Как следствие, у пациента формируется близорукость. Если это состояние, оно получено реально в каком-то недалеком прошлом, то можно определенными каплями, определенным лечением вернуть, как бы откатить это напряжение, убрать и вернуть зрение таким, какое оно было несколько месяцев назад. Но если эта нагрузка скапливается месяцами, годами, то, конечно, уже это приводит к изменению зрения и уже вдаль требуются очки. В преддверии нового учебного года врачи настоятельно рекомендуют проверить остроту зрения у детей и предостерегают. Не перегружать глаза, особенно в первые дни учебы. А своевременный отдых – лучшая профилактика болезни. Анастасия Болотина, Александр Лизратов. День с толком.